Один из главных и древнейших церковных праздников – воздвижение Креста Господня отметили в Астрахани. Торжество относится к событиям IV века, когда равноапостольная царица Елена нашла крест, на котором распяли Господа Иисуса Христа. Праздничные богослужения в храмах начались еще накануне вечером. На вечернем богослужении в Успенском кафедральном соборе Астрахани побывали наши коллеги. Одновременно торжественный и грустный праздник, говорят прихожане, напоминает не только о величии победы Христа над смертью, но и о его страданиях на кресте. В то же время этот день наполнен радостью обретения одной из величайших святой христианства. Для верующих Крест Господень – это не просто религиозный символ. Он служит утешением в тяжелых ситуациях, напоминает о важности смирения и защищает от зла. Мы должны верить, особенно сейчас тяжелое время, и как бы вера в Бога, она нам помогает. И Крестик – это неотъемлемая часть нашей веры. Мы должны его всегда носить, всегда верить, что Бог всегда с нами, всегда поможет нам. Событие, которое легло в основу праздника, произошло в IV веке при Константине Великом. Он первым из римских императоров прекратил гонения на христиан. Еще в IV веке Константин Великий перед сражением с неприятелем был извещен неким откровением. На небесах явилось знамение Креста, и было сказано ему, что сим победивший. И вот он начертал крестное знамение на щитах своих воинов. И действительно, с Божьей помощью он одолел врага в том сражении. С тех пор он стал поклоняться Кресту Господню. А равнопостная царица Елена, мать императора, нашла крест, на котором распяли Иисуса Христа. Ему поклоняются христиане во всем мире. Есть очень мудрое выражение – без креста нет надежды. И наш жизненный крест – умение преодолевать испытания, которые не спосылаются. А вот годы советской власти в нашей стране открыто носить крест осмеливались немногие. В советское время приходилось его носить тайно, тихо, чтобы никто не замечал. Слава Богу, наступили времена, когда мы сейчас открыто исповедуемся, носим этот крестик. И крест Христов над куполами, манящий к Богу в небо, ввысь. Какое счастье, что мы с вами в стране России родились. Астраханцы особенно любят вечернее богослужение накануне праздника. Потому что в православии есть очень красивый обычай, который совершается всего раз в год – чин воздвижения креста. В Успенском кафедральном соборе митрополит Астраханский и Камезякский Никон под непрестанную молитву поднимал и опускал святыню, изображая ее воздвижение с земли. Два священнослужителя в это время поливали на крест благовонную воду, которая, омывая святыню, стекала в подносы. На Руси воздвижение считалось последним теплым днем, после которого начинает холодать. Поэтому крестьяне к празднику старались завершить все дела в своих садах, огородах. В этот праздник верующий соблюдает строгий однодневный пост. Продолжение следует...